Девушки отдыхают 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 Зачем тебе это? Для чего это? Вспомни вот Маковейскую, вторую книгу Маковейскую, на примере Иеры, скажи, как мама там уговаривала всех своих детей. Как мать его уговаривала. Сночки, я не знаю, для чего это. Как Господь даже кости твои создал во мне, в чреве моем. Но ты пойми, что вот за этой гранью, за этой смертью, все равно будешь. И ты встречаешься со всеми. И я буду с вами. Вот какое было рассказ-то какое. Вот считаешь, и слезы текут. Вот отношение мамы того. Так это не причастен она, понимаешь, она перед смертью, она не перед жизнью их вот здесь говорит. А вот, что мы сейчас расстанемся с этим миром. Вот как положить надо и показать, что люди-то встрепенулись, постоянно скажут, а действительно, это чужина-то, какое-то момент. Произошло огромное попустительство. Вот опять же, знаешь, как... Это священный прав, священство. Вот они попускали вот это. Я не знаю, священство. Это священство, это, наверное, второе место уже. А в первую очередь, родительское. Вот вспомни, 30 лет назад, да, ну, своих детей, ну, еще в малолетнем возрасте, да. Вот как себя вели дети? Было ли вот такое вот попустительство к детям? Да заводите ли там гонять им, насаться там, орать? Вот так вот вообще было раньше такое? Знаешь, я разрешал, но была грань, докуда можно, а дальше уже тебе нельзя. То есть вот трое детей, это было определенное. И все-таки в это время у них были всегда обязанности. Там младшая сестра и бой мальчишек. То есть определенность какая-то была, и работа, и забота, и там куда-то ходить. А чтобы кричать, орать на улице, и вот такие вещи кричать сегодня, как ты сказал, как ты это слово произнес-то, фореру, да, вот в этом духе-то, посмотри сегодня, что кричат. И посмотри, они ходят глухие, они все с наушниками в ушах. Вот в город выходишь, людей нету, люди вот как, ну, такого возраста, как я, чуть поменьше, с открытыми ушами идут. А у остальных все гильзы вот вставлены. Они мир не слышат. Вот было бы у тебя камера с улицы, да, вот с центральной площади, и ты бы снял эту камеру, ты бы ужаснулся, брат. На маршрутку заходишь, там только шофер, и там наушниках сидит. А что они там слушают? Я не знаю, что они слушают. Ну все абсолютно. Я, ну, ладно такое. Вот я машину на того ставил, ездил, бабушка-то на сколько? Ну, расскажи меня женщину, где-то, ну, за семь. Сидит и ногой топает, понимаешь, вот так вот в маршрутке. И он его так кивает. И в уши воткнута вот эта дрянь. А тут недавно парнишку сбили, наушники в ушах. Девчонка в том году попала с коляской под электричку, наушники в ушах вместе с ребенком. И по примеру вот эти наушники, наушники все. Человек отгораживается от этого всего. А ты уже не слышал? Это игра покемоны, как это есть. Сейчас там, я не знаю, идет жанраж вообще. А это покемоны, это очень просто. Понимаешь, смотри, покемоны, это разного рода запускаются, покемоны посложнее все. Честно говоря, я сам еще не видел, что вот сбегали там с камеры, я такого не видел. Но это очень просто определение, куда можно доступ и куда нельзя. То есть, а ЦРУ это со спутника тихонечко снимает. То есть, и выделит со временем. Вот здесь весь город прохаживается, везде пик лимонов ловят, а вот в этих четырех объектах они не могут войти. Значит, три объекты под точку ракеты и под постоянное наблюдение. Все, вот эти объекты видно, потому что туда не заходят люди. А ЦРУ же об этом знают. Потому что игры какие-то просто так не делаются. Они сосканируют весь совет нашей и промышленности, и всех вещей. Они безумствуют. Они на кладбище. Тут где-то еду в 106 FM вот эти новости. Где-то пришел и ловил в храме покемонов. А как это? Хоть объясни, как это ловит их? Ну, там как-то какую-то скачивают программу. Она программа у нас еще пиратская, у нас нет такой установленной. Потом, вот в ДНР запретили там очень большое наказание. Они понимают, что это такое. И вот там сразу сказали, поймают. Там даже объявление вот я видел в этом. и вот они скачивают программу, и потом включенная камера, и вот она ловит вот это изображение покемонов. Вот они там, которые нарисованы, я в интернете видел. А так-то я даже не видел, что их ловят. И вот они набирают, зачем они ловят. Ну, это вот я одного брата не пойму. Человек там, он, да, под 60 лет, и он, ну, я не знаю, какое слово придумать к этому. Бегает, вот, как неразумное дитя вот за этими. Господь-то нас говорит, вы в вере будьте, как дети, а он в жизни, как ребенок. А ему уже 60. У него, наверное, внуки уже. Господь разум отнимает. Ну, молился его Господу, и Господь мне открыл. Вот, человеку, человек при рождении, да, ему дается ум. Ну, вот, младенец, ребенок еще там год-два, у него пока что ум, да. Он умом может только воспринимать образы, ну, вот, все окружающее его. А далее он из ума, как бы, он возрастает в разум, да, в него входит сознание, вот, и он уже фильтрует, да, истину начинает отличать, правду от лжи. И из этого складывается уже разум. И через разум познается Бог. То есть, как раз разуму, ну, знаешь, как бы, в Библии вообще ум у человека, у людей рассматривается, как бы, с негативной, с негативной стороны. А разум – это уже нечто преобладающее над умом. Это познание, размышление. Когда Господь вот именно хочет человека наказать, Он отнимает у него разум. То есть, он уже, человек не может вернуться в первоначальное состояние, в состояние ума, да, он даже, он становится просто безумным. А вот в этом и заключается. Вот сейчас мы видим, да, он же уже человек, он, ну, просто мозгом какой-то программы, которые ему загрузили в мозг, он ею и живет, этой программой. Вот ему сказали покемонов ловить, сказали купить, пойти такую зубную пасту, вот такие сандалии. Его жизнь полностью запрограммирована. Вот здесь вот уже, ну, и положено начертание на ум, на чело, человеку уже положено начертание. И все, это, это безвозвратный процесс. Тут уже, человек не может, уже не покаяться, не может, потому что для него меняется мироощущение. А мне кажется, вот эти пекемоны, это она паранойя какую-то, прости господи, похожая. Это беснование. Они вот, близнуются с ними. Понимаешь, я не понимаю эффекта. Ну, наловил ты вот этих жучков в свой телефон, и чё? Ну, почему не тебе? У тебя, организм вырабатывает какой-то эндорфин, допустим, ну, и такое, знаешь, ощущение счастья, или там... А что, что ты, вот такой ловкий, ты превосходишь всех, да, тебе вот такие чувства выигрывают, смотри, вот, допустим, раньше, раньше, как мы жили, да, мы торт там ели, ну, по праздникам, сейчас вот мы шли, допустим, я в детстве вообще торт не ели. Нет, я не о тебе говорю, я вообще образ, допустим, человек не за торт, допустим, за салат, а левьета мы это не имели, значит, ну, да. Раньше праздника ждали из-за чего? Из-за того, чтобы вкусно покушать, допустим, да, о, сегодня класс, сегодня, а это уже, понимаешь, это стало нормой, сегодня люди, эти тарты, там, все вот это вот, вкуснятину, конфеты, эти фрукты, они ежедневно все употребляют, для них в этом нет удовольствия, в одежде нет удовольствия, раньше купишь ботинки и ходишь на них месяц, любуешься, да, сегодня, каждую неделю, они каждый день меняют обувь и одежду, в этом тоже нет удовольствия, а откуда брать удовольствие, видишь, а миру сегодня, вот он, сатана предлагает новые источники счастья и удовольствия, пожалуйста, бери и радуйся, а вместе с этим, ну, как тут альтернативы, такое нету, да, и так, и так, если ты берешь это, Господь у тебя отнимает разум, вот, Господь сказал, что принимающий начертание, да, на руку и чело, он уже не имеет, уже Бога, Господа. Я тоже над этим размышлял, я думал, ну, все-таки это, может, Господь хотел как-то взбуздоражить расходок людей, чтобы они отвернулись, потому что много вещей говорят, что, вот по поводу, как ты сказал, разума, мышления, что, и вернулись нормальные, естественные человеческие состояния, чтобы, вот сделать, не стартовать куда-то опять, а именно понять, для чего ты здесь, человек, зачем ты в этот мир пришел, бренд, просто так, поиграть, набить свое пузо, покататься на машине, съездить по отпускам, побухать, зачем ты здесь человек, знаешь, за эти, вот я когда подвожу ту точку космоса, вот почему-то, когда даже вылетаю в космос, иногда и смотрю вот на этот, на изумительную красоту, вот тут сразу проявляется, что действительно, только Творец мог такое создать, что вот больше никто, думаю, люди, ну почему вас даже, вот такое явное не убеждает, если вы не хотите, слово услышать Божие, и от слова уверовать, ну хотя, посмотрите на эту красоту, и поймите, что это Творец создал, просто люди, мне кажется, Бог все-таки одергивает людей, одергивает людей. Зачем, зачем та красота, когда сатана сегодня, уже вплоть до того, что такие чудеса показывает, это не те чудеса, когда какие-то будут сегодня чудеса, а в чем чудеса, человек уже не поднимает, свои глаза к звездам, а зачем им поднимать глаза, когда сегодня одеваешь шлем виртуальной реальности, и там такие чудеса, там вот, я недавно смотрел какой-то молодежный канал, да, они одевают шлем, и ты там получаешь все ощущения, которые бы ты мог в космосе получить, это больше того, допустим, что сегодня ты можешь в простом мире ощутить, та реальность, вот та виртуальная реальность, она больше сегодня этого мира, именно это и есть чудеса сатанинские, когда сатана предлагает миру вот это мнимое. Вот эти чудеса с ума сводит, у меня тут, у меня сестра младшая, тут состоялся с ней разговор неприятный, она позвонила, говорит, там, скажи номер телефона, у меня же сын в Москве же, Андрей едет в Москву, там, ну, сын, и он снимался фильм вот этот, как же, ну, про бандитов, он там, главная роль, а теперь вот он в Москву едет, я говорю, зачем он едет, работать, я говорю, странно, что у него братской работы нет, что ли, нет, вот он едет на телевидении работать, ну, так она от меня молча там скрывает, а потом я узнаю, куда он едет работать, он, и узнал-то я случайно в Одноклассниках увидал, а он в Дом 2 уехал, я увидел, знаешь, мне такой комок в горло подкатил, и вот сестра же, видите, я говорю, дай телефон, я позвоню, поговорю, что я, вот такой грех на себя берет, вот это, вот эти выступления показательные, она не дала мне телефон, ну, ну, не дала, не дала, ну, я думаю, ладно, сами, пожалуйста, вот как-то, мне что-то остается только молиться за вас. Вот, а что ты, вот говоришь, опрещаются недостойно, да, а там, пройди, спроси, вот у людей, вот сегодня элементарно, да, можно уже понять, что из себя представляет человек, ты, телевизор, да, вот спроси у него, ты телевизор смотришь, есть человек, смотрит телевизор, все, это человек, он полностью принадлежит этому миру, он думает, так как мир, то, что ему предлагает мир, он иначе думать не умеет. Вы знаете, дерево, гораздо устойчивее к земле, у которого кривые корни, вот, стои, лиственница, вроде, с одним вот таким прямым, мощным ветер подолан, шлюп упал, хотя, там, массивное, толстое, а он, сосна, или там, мангровые деревья, они там в землю вцепятся, корни не такие кривые, такие страшные все, а он не уронишь их, все равно, вот, за эту землю они держатся, так что, с кривыми корнями, то еще, человек, какие корни, там совершенно нет корней никаких, они не знают ничего, они не научены, и Господу не знают, какие там корни. Но, брат, я видел, которые люди приходили, ну, там, вот, 10-12 лет назад, какие-нибудь, прям, приходили, да, всякие приходили, приходили, там, голова на два цвета покрашена, и кольцо в носу, и все, а потом, через год, я тут девчонку уже не узнавал, приходили, которые, как Серафим Старовский, я же говорю, с ними надо было, они пришли по душевному поводу, вот, с ними по душевному, ты начал разговаривать, а когда они из душевного постепенно перенастают в духовное, духовное понимание, духовное понимание, суть осознания своего земного бытия, то есть, у меня, а у меня, что, думаешь, такие корни прямые были, да у меня еще кривее всех кривых были, но, однако, я вот это переживал, плакал, сколько я раскаялся, во многом, когда я даже вот в алтаре служил, думаю, Господи, какой привистов пал, какой, у меня гордыня какая-то забладала, я уже чуть, о, да кто я такой-то, смотри, какой красавец, а потом, когда увидел себя со стороны, сам увидел во сне, я думаю, Господи, прости меня грешно, полпятого утра в храм приходил, у меня ключи были, стоял, и под алтарем он молился, и не входил в алтарь, холодная зима, там, печка копилась у нас в храм, у нас разнавшатки, люди тоже приходят не просто так же, они приходят со своим полем, это знаешь, как будто мы в разных мирах, как будто я на одной планете живу, ты на другой планете живешь, ты вокруг видишь людей, я не знаю, я не вижу людей рядом с собой, вот, знакомых, родственников, понимаешь, которые приезжают ко мне, люди, я не вижу, нету таких, я ни одного не знаю, они даже ходят, даже в церковь ходят, там посещают, иной раз по воскресеньям ходят, но он, когда уходит, он тут же закуривает, садится в машине, он ходит, да, в храм ходит он, но для него это ничего не значит, абсолютно, я всех таких знаю, я знаю, вот у меня, допустим, родный, да, 25 лет, лет 25, наверное, он постоянно в храм, все, понимаешь, он все, он такой молитвенник, все он молится, в семье с женой развелись, жена тоже набожная такая, все там, чуть не монашка, все в жизни, вот так вот, все кувырком, у него вот эти вот одни мощи, там, одни вот эти чудеса, одни вот эта вот благодать, понимаешь, 25 лет, а может быть и больше, я не знаю, он Христа, ему не нужен Христос живой, ему нужны старцы, вот эти, которые там прозорливые, ему мощи туда поехал, к Дивеевы, там, я не знаю, какие там еще места, а начинаешь о Христе говорить, я говорю, да подожди, ладно, это все ерунда, давай, понимаешь, а его тема, вот эта Христа, тема спасения, там, апостольские темы, евангельские, его абсолютно не интересуют, а вот это вот только, и вот это вот сплошь и рядом, пожалуйста, а что это за корни такие, присутки, что, греха-то эти, у меня такое же окружение, у меня и родственники такие же, ну, а где-то, не курят, и не выпивают, но отношения, вот именно такое, отношения, переживания о материальном, о здоровье, о еще какое-то, а вот именно сама суть, почему Христос пришел на землю, никто понять не хочет, и, а какое у тебя оружие, как у меня, молитва, больше мы ничего не можем сказать, слово-то они, все время бегут куда-то, им некогда поговорить, у меня племянник приехал, я с ним начал разговаривать, а он занимается, а он занимается, этими, но он хорошо в этих цифрах разбирается, там считает все, и я ему начал о Боге говорить, он сознание потерял, вот сознание, а он здоровый, он в Югославии везде прошел, бояков, крепкий поэк, и я ему говорю, ты что, а он мне говорит, Саша, вы о Боге начинаете говорить, и я, говорит, сознание сразу теряю, я говорю, Валерич, ты что, тебе надо это, тебе знаешь, что сидит, а он тут вот за спиной, у меня на этом диване сидел, а я повинулся, вот на этом кресле, ему рассказывать начал, и он говорил, все, поехал, слушал, внимательно слушал, да? слушал меня, да, внимательно, а я ему рассказывал, о Боге, я стою у него глаза, раз, и подумаем потом пошли там гараж еще на улице не побеседовал так уже аккуратно чтобы осознал почему дети делают показное вот это выступление пришли пошли вот тебе надо причаститься причастился ребенок не поймет он не знает у него нету связь и от этого благовения нету к этому осторожности вот это вот почему-то розетки тянется ребенок она сразу по руке хлопнет нельзя так делать тебя убьет она не понимает что недостойное причастие тоже убьет или душу твою убьет если не жизнь дело в том что детей сегодня не учат правильно говорить а человек не умеющий правильно говорит он не умеет мыслить это одно за одно это скрепа одно за одно сцеплено если человек не говорит не излагает он мыслить не может дальше он не может рассуждать вот этот маленький кругозор общения зато он знает фарер вот это который ты говоришь там все вот эти как они называют это же слова примочки примочки да там еще что-то будет слова вот этих паразитов слов я торможу внуков на каждом ссоре выброси это чтобы я не слышал большие слова вот это слово блин оно у них сус не сходит и я буду скоро он у тебя в марте и растет я буду скоро в марте и растет цель такой взрослый-то а думал бы я пока его если без меня да ты наверно уже матом ругаешься да нет девушка что-то старшим обоим-то говорю которую понимаешь вот это столько паразитов нацепляли все а благодаря кому мама посмотри он откроешь сидит девчушка 3 годика она ножку на стул поставила мог прикрасить перетер она ведь кого мама видит снимок папа стоит с бухлом в руке с папирос и сыну дал и сам стоит вот красиво так как да он питает все почему ты маленького ребенка разбуди возьми его на ладошку в руку к себе и поведи скажи пойдем сынок и он тебе довериться и вы будете с тобой почему они не принимают одного что сегодня вот этим примером он тебе доверяется считать что это нормально что-то норма почему тебя в голове то вот это не вспыхивает красная лампочка что сломка что я кладью кого я воспитываю он же потом под старость лет мне задницу пнет скажет ты вот ты так меня воспитал или достоин вот этого воспитания но если вот представь если взрослый считает это для себя нормой понимаешь если для него это норма это нормальный образ жизни я вот сегодня с молодыми пацанами не тоже с молодыми до 30 лет да я вот говорю спрашиваю ну было там пару раз два три раза у меня такие общения я почему-то своей жене допускаешь вот ходить в таком вот они голые школе их ну где-то же молодые они голые абсолютно задницы там все у них вывалины вышла чуть здесь такого он отвечать муж ее а у него у них уже у них приоритеты просто расставлены неправильно ему ему наоборот хочет чтобы на ее его жену вы смотрели с вожделением и завидовали ему понимаешь они забыла обошли не знает этого что но там отговорится что в храм нельзя ходить в том-то там одеваться вот это все это правильно но это не запрещение говорится многие вещи нельзя делать того чтобы ты не соблазнял ближнего своего а вот этот и вот я долго женщина объяснял что в край зайдете левая половина это женская право это мужская вот зайдите и вот представляешь земные поклоны еще что-нибудь вот она становится перед тебя это даже говорите об этом не охотно господи вот нет и даже и подожди послушай ты неправильно отнес сразу к теме смотри это нормально когда муж ревнует к своей жене постороннего вот когда ну я не знаю у меня по крайней мере сильно развиты я не хотел чтобы другие смотрели на мою там девушку или жену понимаешь с вожделением смотрели конечно я запрещал жене своей одевать там или девушки там запрещал одевать такие вещи как которые соблазняли бы понимаешь но сегодня же сегодня наоборот мужья поощряют своих жен одевать вот такие развратные вещи они поощряют это не за не то что запрещают о чем там уже можно дальше говорить у него у нее другие совершенно взгляды на жизнь имеешь у него классная тачка крутая там вот на нее смотрят он сидит не ему завидует у него крутая жена там понимаешь красивые фигуры ему на ней на нее смотрят ему завидуют ему это нравится что она идет в голове на нее смотрит для него это норма да наверное ты прав потому что был у меня такой водитель он заставлял свою жену она учительница бывал он заставлял ее снимать трусики одевать просвечивающие она кстати в преподаватель физкультуры было платье просвечивающие и идти так чтобы вот все и вот это и вот это он хвастался что мужики все вот так я глупый ты человек чё ты творишь александрова тоже звали его чё ты творишь до лысины дожил а мозгов нету зачем и подставляешь чем хочешь чтобы твоей жене как проститутки думаю но ему нравилось это а видать а не нравится она так поступало ну а если это послали чему они а чему они тогда могут научить как ты ты говоришь вот у родителям говорить они родители такие что и ты можешь им сказать что ты можешь донести его сложно создать какими-то отрывками этапами такими вот надо вложить изначально человека какой-то чтобы вот предвести вот этого страха вот мне кажется красная маковейская то вот она показывает вот эту любовь богу показывает насколько вот мать столько детей у нее даю и кто-то они не соглашают и чего там всего ну съешь этот кусочек мяса и все живое станет нет и должна не брать и все вот какой страх перед богом и не страх что бог накажет потому что знаю сейчас его убьют это еще больше наказать а страх потерять бога предать бога понимаешь этим не заповедано вот закон такой я не буду должностями вкушать я посередине пепси-колы все вот эти тиганки пристал с этой жертве дают пьют потом болеют там всякие язвы все-все нет все равно глотает стаканами бутылками вот эти уже знаешь как сказано сон не спасет тебя если у тебя устала душа это арабская пословица есть а люди того они как во сне ноги к живут они думают на это сон так рукой отмахнуться все а по сути то душа устает а почему душа устает потому что ты много сам это раз подмечал она не не стремится познать бога вот и все ты сам захотел такой жизни ты посмотри сколько вот людей даже сегодня в одноклассниках увидал человек сидит у него вообще нет у него по самый таз обрезаны а он вяжет арматуру на стройке работает в каске все все он работает человек он не стоит на дороге между машинами не говорит дайте мне он знаешь что я заработаю мне эти деньги пускай они небольшие но будет сладче чем которыми я подбираюсь и не сильно будет я думаю у него семья если он так трудится ну парень видно что у него наколка там на плече он маленький где-то с ногами был то все может там война может разные разные судьбы разные люди тут видишь тут опять же господь то он все знает он все ведает где этот человек родился в какой семье кто у этих родителей были предки там отец с матерью как что за проклятие там я не знаю может ли это назвать так передается по их вот этому роду понимаешь как и иной раз человеку нельзя все вменить вот у как раз у таких беспутных родителей может быть родился на ребенок ну в чем он виноват ему вот это проклятие передали знаешь они передали ему родители не но хорошо а если повествовать евангелие слепой родился в основу христа так ему не ту большую строго христа наш вот он родился в таком обществе вот каком-то районе допустим он прожил свою жизнь родился от таких родителей и прожил всю жизнь вот таком районе где только видел он таких людей вершине кто ему не пришел не сказал ни о кресте большая ли вина то его в том что он не знал другой жизни наш да тут она бывает иногда видишь такое явное что вот как бы не попустивство общества вот это безразличие я не знаю как ну понимаешь наказание бывает еще не за что-то не за прошедшее наказание бывает еще я читал уставцев ради будущем то есть может вот как раз тебе ограничила вот это все чтобы ты не вывалился вот со своих нравственных рамок не пошел туда дальше не взялся там за секиру за какой-то или за пистолет пускай это в таком районе там же ну мы же с тобой прекрасно понимаем что до моисея не было пятикнижья и люди спасались ты хотя дмитрий не принимает это слово но все-таки совести совесть обличала пускай он говорит слово божье хорошо слово божье но она звучала доносилась до людей человек понимал про красный святофор сегодня тоже не пишется в евангелии но мы с тобой и все люди прекрасно понимают ехать на красный свет это уже плохо и также говорить какие-то нелепости много вещей которые не написаны в книгах вообще не описаны но мы не делаем потому что наше сознание отрицает это что нельзя это грех это не по-человечески показать конечно ты не покажешь блистательное общество потому что действительно сегодня поражено потому что разговаривали со школьниками после которые закончили школу да и смотришь а у них желание уже завтра быть богатым ему нужно там они называют там такие что уйды мне надо как она мазерати там да еще какую-то бугатти еще что-то там они хочет вот вот что такое бугатти подержать машины вышел класс этот общался с ребятишками по весне они после экзаменов они у них они все знают что к чему да ну конечно знает и знать кем он же будет понимаешь вот я пойду учиться я говорю так надо еще поступить этот экзамен в школе сдался даже поступить надо а вот и самое поразительное брат значки вещи он они говорят а мы игорь мы отвезли документы в тот в тот в тот в тот институт отдали туда еще университет отдали ягода а ты чё все эти специальности любишь он как нет на какую попаду я буду понимаешь ты уже уже ты не будешь как бы вот ты пойдешь уже не по любви учиться вот к чему у тебя стремление ты лишнюю книжку уже не откроешь вот кем бы ты хотел быть а кем я хотел быть бы меня туда родители не пошли а он там летчиком хотел быть вообще революционная ставропольская еще военное училище не пойди не я вот пойду так чтобы там бизнес коммерция там что деньги быстро будут я бы так ты не будешь любить свое дело и не будешь работать по этой специальности вот они сегодня результаты вот этого игры во все вузы во всем узоростолкают все раньше как-то я не знаю в наше время закончил в педагогические педагогические в технологический какой-то политехнический институт иностранных языков там отдельно там вот в иркутске я учился на тебя у меня такие наивные были я думал что вот у меня вот это сейчас сделала это женюсь дети будут работать будут вот это мне уже было радостью жизни определение какой-то твердость вот квартиру заработаю я никогда не мечтал что вот-вот не надо я буду богатым а сегодня в старе он уже его ну мальчишка еще а он у него какие фантазии то буйная я буду для чего тебе вот ты скажи меня для чего тебе вот это вот это религиозность а вот внутреннее понимание с ним разговаривали уже не раз понятен хороший мальчишка валик зовут а остальные то вот идут вот ходят даже алтаре служит они потом убегают из церкви вообще а который не убегает они как и вот этот дядя федор в двенадцати стульях они мечтают о свечном заводике вот свечки буду делать у меня будет приход с вами все и все но их в алтарь кто приглашает а в алтарь брат это это у кого-то папа врач хорош и вот он пришел с сыном своим там и и вот его папа размышляет но если мой сын в алтаре будет служить значит будет благодать какая-то на семью а у кого-то папа там стройкой занимается храм строится вот пускай мой сын с батюшкой поговорить батюшка ну конечно возьму в алтарь и там возьмет но батюшка доберет конечно от простоты и скорее храм построить а тут ты надо рассматривать в другой зачем ребенка стремление есть у него вообще вот проявление ну да научиться они знают что по 10 лет служат но не по 10 там конечно загну прости господи там по три по четыре года ходе до ребятишки волка они не знают элементарных вещей то есть они не знают даже название определения принадлежности которая даже не могут как пишется православие там обозначение даже вот престол божий да что на престоле божьем находится что он символизирует они даже таких вещей они чисто вот так вынести занести свечку но некоторые шестопсалом не читают некоторые апостола читают хорошо получается будешь остальное это игра они стоят в алтаре играть телефон вот иду например там где-то знакомые я подъезжаю стоят три мужика там например они знакомы но не буду именно я только подъехал на велосипеде тут магазин не надо лечу подъехал двое сразу в сторону раз ну ладно пока пока сегодня побежали а так кто остался там хорошим знакомым мы постоим побеседуем конечно я помяну господа обязательно он в церковь ходит как там у меня все слава тебе господи что а так меня сторонятся конечно не останется ну как но не приглашают никуда да это сказано так если господи тебе дозволил хлебнуть глоток из родника блаженства то из лужи ты пить потом уже не захочешь как-то боишься вот этих лишних телодвижений и кстати становится меньше беспокой всяких ты не беспокоишься я многих вещах не беспокойся не беспокойся и где там еще чем-то там то надо приходит ты поел не поел как-то я к этому ровно относиться стал к одежде да и по простецки так сам наш как я хожу все время серые или черные одинаковые туфли одни держали рубашка но они покупают там их по трое просто придеваем поясок ну конечно камни ну думаю что наверное какой-то а я нормальный человек я такой же люблю все отношусь ко всеми хорошо пытаясь помочь если я в силы что-то организовать конечно даже физически пойти потрудиться ну давай с богом остались тоже устал спокойной ночи а